МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Законопроект о банкротстве физических лиц, сокращенный, он действительно обществом востребован и действительно долгожданный, потому что потребители ждут его с нетерпением, все хотят обанкротиться, все хотят избавиться от долгов, но на самом деле просто наш потребитель довольно-таки неграмотный, я бы сказал, вообще неграмотный. Поэтому все ожидают, что они смогут простым, понятным языком взять ручку, написать заявление от руки, я банкрот, я всем должен, и им все простят. Но на самом деле это не так. Тогда давайте подробности. Вот по некоторым данным в стране 2 миллиона потенциальных банкротов. Все ли они могут рассчитывать на то, что их признают банкротами? Ну, надо четко понимать, банкротство – это процедура дорогостоящая. И не каждый может себе позволить, даже как заявляют в проекте, 50 тысяч рублей, если у вас долг. Да, 50 тысяч рублей у вас долг, вы можете подать заявление на банкротство, но не надо забывать о том, что первое предложение – это реструктуризация вашего долга. Поэтому для начала кредитор будет рассматривать возможность каким-то образом рефинансировать ваш долг. В дальнейшем, если не в состоянии вы оплачивать или перекредитоваться каким-то способом или уйти на отсрочку платежа 2-3 года, то в этом случае вас или вы подадите заявление на банкротство. Дело в том, что заявление о банкротстве имеет право подать точно так же и кредитору, как и потребитель. Более того, я бы сказал, что этот закон больше востребован кредиторами, потому что они в состоянии оплатить услуги арбитражного управляющего, юридической службы. Вот давайте об этом подробнее. Вот сейчас этим занимаются судебные приставы, да? Они пытаются разобраться, но с вступлением в силу закона будут арбитражные управляющие, которые будут стоить сколько должнику? Ну, стоимость услуги сегодня в проекте, говорится, 10 тысяч рублей ежемесячно. Но сама процедура займет минимум 6 месяцев. Но опять-таки... То есть уже 60 тысяч? Да, но ни один арбитражный управляющий за 10 тысяч работать точно не будет. Сегодня они берут минимум 30 тысяч рублей. Этот тариф всем известен. Но предполагается, что меньше, чем за 50 тысяч рублей в месяц они точно не будут работать по физическому. А что же тогда получается? Человек не может заплатить 50 тысяч и хочет стать банкротом, а в итоге он за это же банкротство должен заплатить чуть ли не в два раза больше? Совершенно верно. Процедура банкротства очень дорогостоящая. И что значит 50 тысяч долг? Дело в том, что вы должны по всем позициям быть должником. Коммунальные платежи, налоговые платежи, кредитором и так далее. То есть вы реальный банкрот. Вы потеряли работу, вы стали на биржу труда. То есть вы должны доказать ухудшение финансового положения. Если вы не в состоянии его доказать, а это процедура, опять-таки требуется юридическая, юрист, кредитный юрист и арбитражный управляющий. В общем требуется ряд специалистов, которые вам помогут обанкротиться. Соответственно это все стоит денег. Никто бесплатно это делать не будет. И права потребителя в этом случае нет такой организации, которая бы бесплатно вам оказала данную услугу. Плюс, наверное, мы должны сказать, что на вот эту сумму долга будут идти проценты. Абсолютно верно. Даже если вам рефинансируют ваш кредит, ваши долги, то одна вторая ставка Центрального банка России вам будет начисляться. То есть банкротством здесь, я бы сказал, даже не пахнет. Потому что банкротство это самая последняя стадия. Если кредитор захочет, если кредитор соизволит, если кредитор пойдет вам навстречу, если вы нарушите график реструктуризации и так далее вашего долга. то последняя стадия это уже банкротство. Но опять-таки не все то золото, что блестит. Потому что в итоге многие ипотечники ждут этого закона, но ипотека не попадает под этот закон. Закон этот больше о рефинансировании кредита, а не о банкротстве. Я бы сказал так. Так как вам кажется тогда вот этот закон о банкротстве, он кому поможет? Все-таки должникам больше или банкам? Если должникам, то это вот так называемые плохие заемщики? Плохих заемщиков не бывает. У нас есть то, что у нас есть. Наш потребитель и другого нет. У нас еще должна быть процедура реабилитации дальнейшая. То есть рефинансирование, я бы его убрал из этого закона. Давайте уберем. Да. Мы пока с вами. Я бы сказал бы закон о банкротстве и процедуру реабилитирования, третий закон, то есть разделить на разные виды законов, чтобы человек четко понимал, он идет на рефинансирование кредита или на банкротство. А он сейчас до сих пор не понимает. То есть все понимают, что они ждут банкротства, и они будут банкротами. Но на самом деле им просто рефинансируют кредит. В большинстве случаев, я бы сказал. Но дело в том, что у этой процедуры сегодня банки и так, и некоторые банки пользуются, рефинансируют кредиты. И в дальнейшем они могут использовать рефинансирование кредита без всяких данных проектов или законов. Поэтому данным законом воспользуются в основном те, которые задолжали в районе 3 миллионов рублей, я бы сказал. То есть 15 банков, 20 кредитов, карточки, потребительские кредиты, товарные кредиты, но где суммарный объем составляет от 3 миллионов. Тогда более-менее это выгодно. И в этом случае заемщику, который задолжал по кредитам, есть смысл подавать на себя на банкротство. На сегодняшний день, я думаю, что данным законом воспользуется только кредитор. И, возможно, какое-то энное количество определенных заемщиков, включая индивидуальных предпринимателей. Может быть, поэтому? Но вот сейчас закон предусматривает процедуру банкротства для предприятий, для юридических лиц. И таких предприятий миллионы, но пользуются ими только тысячи. Так, вы думаете, будет и с физическими лицами? С физическими будет гораздо хуже. То есть здесь пользоваться будут очень редко. Потому что суммы займов, которые банки выдавали, это 350 тысяч рублей. То есть в рекламном объявлении у них звучало 750 тысяч рублей, миллион рублей. Но по факту, когда потребитель обращался за кредитом, соответственно, справка 2 НДФЛ, ему выдавали максимум 350 тысяч рублей. Таким образом, наш потребитель собирал в разных банках по 100 тысяч рублей, по 200, по 300 тысяч рублей на свою мечту создать некий бизнес. Потому что большинство заемщиков брали именно на такие цели. И только некоторые брали на товарные кредиты, и некоторые брали на какие-то личные операции и прочее. — Банки, может быть, сами виноваты в этом. Потому что зачастую они выдают кредиты людям с не очень высокими доходами. Но у людей есть некая иллюзия. Вот мы сейчас, взяв кредит, можем все купить. От кредита они становятся в результате беднее, а банки потом разбираются с этой просроченной задолженностью. — Ну, я с вами согласен. Банки раздают деньги, и, судя по всему, не свои. Выдать 15 кредитов, это уже говорит о том, что они видят, что у человека 15 кредитов. То есть, и видят, кредитное бюро сейчас работает, и оно не одно, и все данные заносятся. То есть, банки видят, но, тем не менее, они продолжают раздавать. Зачем они это делают, непонятно. — Как вам кажется, принятие закона может привести к сокращению кредитования, к ужесточению каких-то требований и к повышению процентной ставки? — Ну, если будет велик спрос на кредиты, то, конечно, должны как-то подрасти ставки. Но я сомневаюсь, потому что я на сегодняшний день вижу, что ставки снижают, за клиента банки бьются. — Ставки по кредитам снижают? — По факту снижают. По факту снижают, потому что, если человек приносит официальную белую справку 2НДФЛ, у него очень хорошая процентная ставка. — Вам кажется, что это все-таки банки виноваты, или это все-таки люди, не хотят читать, не хотят знать, не хотят разбираться? — Ну, у меня на этот счет свое мнение, как бы… — Я хочу его услышать, ваше частное мнение. — Люди финансово безграмотные, юридически безграмотные. Но, опять-таки, я считаю, что люди должны жить, люди должны заниматься семьей, работой. Им некогда учить вот эту финансовую грамоту. Они же специалисты в других областях, они ремонтируют машины, они электрики и так далее. Каждый должен выполнять свою работу. Но если они будут, как сегодня это практикуется в России, создавать свои ячейки, чтобы контролировать ЖКХ, еще кого-то, банки контролировать — это абсурдно просто. Я считаю, что потребительские кредиты, экспресс-кредиты — это должен быть как абонемент в метро. Вот ты купил, и он регулируется автоматически. То есть есть на сайте определенное, что предусмотрено. Не надо давать кредитору расписывать там, если иное, другое. То есть свободу договора нельзя использовать. Но вот по прогнозу, заявление о неплатежеспособности в первый год действия закона могут подать примерно 200 тысяч россиян. Как это отразится на банковских активах? Как вам кажется? Ну, а как сейчас на них отражается, когда они занимаются данным взысканием? Я не думаю, что на них это сильно отразится. Сегодня в судебном порядке, в обычном гражданском судопроизводстве, выгоднее получить рассрочку через суд беспроцентную. Мы сегодня в судебном порядке получаем рассрочку до пяти лет без процентов на ту сумму, которую суд вынесет на взыскание. И я вам скажу так. По результатам судебного рассмотрения у нас сумма долга уменьшается на 50-80% от той суммы, которую требует сам банк. И на остаток мы получаем рассрочку до пяти лет, доказывая ухудшение финансового положения заемщика. Поэтому закон о банкротстве, он немножко все-таки выгоден кредитору. То есть банкам в том числе? Да. Скажите тогда, что происходит с кредитной историей человека? Вот, допустим, он банкрот. В течение пяти лет он не имеет права подавать на второе банкротство, но по истечении пяти лет, когда все закрыто, у него чистый лист, новая жизнь. Банки ему будут давать дальше кредиты? Да, предполагается, что дальше ему заново будут давать банки, но, я опять говорю, должна быть процедура реабилитации. Каким образом, в каком пределе, в какой сумме, в каком направлении? То есть может ли он опять регистрируется предпринимателем, становиться? Какие займы ему может совершать? Но где-то не будет там меточки у банков, у них же есть своя сеть и тоже кредитное бюро, о том, что вот этот человек был банкротом. Да, прошло время, но очень с опаской даем ему или не даем вообще? Сегодня все кредитные бюро всю информацию подают в Центральный банк России. Информация никуда не девается. Во-первых, надо сказать четко потребителям, которые сегодня просят затереть себя в бюро кредитных историй, это нереально. Есть и такое? Да, есть спрос на такие вещи, потому что они обращаются в банк и готовы платить. На рынке много работает мошенников, которые чистят бюро кредитных историй. Это неправда. Вас никто не почистит в бюро кредитных историй. Если вы уж туда попали, вы там будете. Тем более в России ничего не чистится, навсегда остается. Ну что ж, давайте будем надеяться, что с принятием закона должники наши вздохнут полегче. И вот эта фраза «поздравляю, вы банкрот!» она будет действительно восприниматься с легкостью. Ну, я бы еще сказал, что вас могут обанкротить с восклицательным знаком. То есть не ждите, что вы воспользуетесь данным заявлением. Кредитор тоже праве воспользоваться. И будете долго тянуть, кредитор первый подаст заявление на вас и оплатит все услуги и обанкротит вас. А дальше ваше имущество реализуют для того, чтобы погасить кредиторскую задолженность. Если вы будете уклоняться или будете хитрить, то вы должны точно еще знать то, что против вас будет использована уголовная ответственность, преднамеренное банкротство, незаконное банкротство, вывод имущества из-под залога и так далее. То есть не думайте, что это все так просто. Кредитор будет искать эту возможность уличить вас в том или ином преступлении. Поэтому не все так просто. Если вы хотите обанкротиться, готовьте заранее ходы отступления, как хороший генерал не только в атаку идет, но и готовит пути отступления.